Археологи склали топ-знаходок для замковой горы у Гродня. Это оздобы, монеты, шахматные фигуры, наконечники, стрел, керамика, перстенки, будовничий материал из разных стагодзев. А узначаливают спис элементы керамичных выработков и кости живел. Уникальные знаходки в будущем пополнить музейные экспозиции. В самом начале мы нашли печатку 18-го стагодзя. Зараз мы ждем, пока реставратор и реставратор нашей музейной доброй расшистся, потому что этот процесс довольно складанный и он вельно-вельно долго. И работать это нужно под микроскопом. Так само у нас мы нашли некольких вельно цикавых архитектурных деталей, архитектурных элементов, которые даются нам больше явления, тем, как был созданный палац. Кафля, которая нам дает явление, какие были печи, из которых кафляны ставились. Ну и такие обычные индивидуальные знаходки. Это могут быть некие цветки, это могут быть монеты, а для монеты, по коль, что у нас самые такие распространенные баратынки. Как подкресливают специалисты, цикавые архитектурные знаходки на территории, непосредственно у старым замку, так само будут доступными наведвальникам музея. Так уже сегодня можно побачить оригинальные стены часов Виталта, великого князя Литовского, який в 1391 году зарабил палац у Гродня своей головной резиденцией. Менавитайон перебудовал драуляный будинок у каменный гатичный замок с пятью вежами. До приклада в уязной браме засталась и стена Виталта, убудованная у стены часов короля Стефана Баторея. Как рассказали эксперты, в будущем пройдет консервациях этих каштонных элементов, альяны застанутся доступными для широкого огляду. Очень ценный археологический объект – это Нижняя Церковь. Она будет спрятана в подземном павильоне, и вот так, как она сегодня есть, ну, конечно, там будет облагорожено все, потому что она стоит просто сейчас на земле. В будущем, наверное, как-то будет это более-менее сделано так, что вокруг нее можно будет ходить спокойно по какому-то твердому полу. Но вот она должна остаться в таком виде, как она сегодня есть, потому что как археологический объект она представляет собой несомнительную ценность.